Сегодня на библейском портале Экзегет мы читаем воскресное Евангелие. Это притча о званных на брачных пир. Евангелие от Луки, 14 глава, 16 по 24 стих. Прочитаем этот текст. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и есть еще место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Главная тема сегодняшнего Евангелия – это свидетельство о том, что мнимые праведники не будут участвовать в мессианском пире со Христом на небесах. Теперь мы по порядку рассмотрим весь этот текст. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стиха и ниже. Он же, то есть Христос, сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Владыка Аверкий Таушев, архиепископ, предлагает такое объяснение. «Господь рассказал притчу, в которой под образом вечери представил царство Мессии или Церковь Христову. Устроитель этой вечери, Господь Бог, посредством закона и пророков, как через слуг своих приглашал весь иудейский народ вступить в это царство». И далее мы читаем. «И когда наступило время ужина, я напоминаю, что ужин – это вечерняя трапеза, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово». Что это за раб, которого Бог посылает сказать званым, идите, ибо уже все готово? Это предтечия спасов Иоанн, который первый выходит на проповедь покаяния и свидетельствует о том, что грядущий за нем, за ним сильнее его. «Когда наступило время», – прочитали здесь мы. Что это значит? В послании Галатам, 4 глава, 4-5 стих, говорится, «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Полнота времени наступила тогда, когда Бог и послал в этот мир Своего Сына, а Господа нашего Иисуса Христа. Здесь мы можем обратить внимание на то, что это была вечерняя трапеза. А давайте вспомним книгу «Бытия», 1 глава, 8 стих, сказано, «И был вечер, и было утро, день второй». Были два завета рода человеческого с Богом. Это Ветхий завет, и был вечер, и Новый завет, и было утро. Здесь мы видим, что званные должны прийти на вечернюю трапезу, потому что завершается время Ветхого завета, и наступает, приближается эра Нового завета. О том, что произойдет такая перемена, говорили еще сами ветхозаветные пророки. Посмотрите, например, что об этом говорил пророк Божий Иеремия. Это 31 глава, 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого». Это произошло в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на первохристианскую общину и научил, и наставил их на всякую правду. «И окончание этого пророчества из Иеремии говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более». А это произошло благодаря голгофским мукам Сына Божия, который нас ради человека, нашего ради спасения, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. И мы читаем слова этой притчи дальше. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Вот эти званные на брачный пир. «Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Святитель Амвросий Медиаланский предлагает такое объяснение. «Отдавшиеся земным влечениям и собравшие себе земное имение, они не могут стяжать Царство Небесное, так как Господь говорит, пойди, продай все и следуй за Мною». Действительно, хотя в Писании сказано, что земледелие учреждено Господом, это в книге Иисуса Сына Сирахова, однако привязанность ко всему земному ослабляет связь нашей души со всем небесным, то есть с тем, к чему мы должны стремиться. А прах, он и возвратится в прах. А дух отойдет к Богу, который и дал нам его. Далее мы читаем. «Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Опять же, Амросий Медиаланский в своем толковании на Евангелие от Луки пишет, «Не может достичь Царства Небесного и тот, кто покупает валов, ведь Елисей заколол своих валов и раздал людям». Действительно, в Третьей книге Царств, 19 глава, 21 стих, рассказывается, что когда пророк Илья пригласил Елисея следовать за ним, а Елисей в этот момент, он пахал землю, то Елисей отказался от своих валов, он их заколол, принес в жертву Богу и последовал за Ильею. Но здесь есть некий ремис, намек, говорится о пяти парах валов. Число пять указывает в понимании древних на количество чувств. И если человеческие чувства, как животные чувства, как пара валов и пять чувств поражены животным началом, едва ли такой человек может возвыситься до Богообщения. Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти, и, возвратившись, раб тот донес осем господину своему». Святитель Амбросий Медиаланский пишет, «И вступающий в брак помышляет о мирском, а не о Божьем. И это не потому, что осуждается брак. Брак благословляется Богом. Но потому, что девственность призвана к высшей чести. Ибо сказано, незамужняя и вдова заботятся о Господнем, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». И действительно, в Слове Божьем, в Новом Завете, мы читаем о жизни на небесах. Сказано, «Ибо в день воскресения не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». То есть любые такие привязанности, в том числе и семейные привязанности, они прекратятся в мире Божьем, в Царстве Небесном, который ожидает всех верующих. И далее мы читаем, «Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых». Что это за раб, которому господин дает такое необычное поручение? Это Дух Святой, действие, призывающее благодати, которое касается всех людей, всех народов и языков. Как сказано о Духе Святом, голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Действием Духа Святого язычники становятся христианами, православные христиане укрепляются в вере, еретики становятся ортодоксами. «И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». То есть еще есть место, это означает, что должна начаться опять работа Духа Святого, действием, призывающей благодати. И в Священном Писании говорится о том, что будет два призыва к роду человеческому. Призыв ранний, когда действием Духа Святого апостолы огласили всю Эйкумену, Вселенную, и призыв поздний, когда перед пришестием Христа и проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Где говорится о двух этих благовестованиях? В книге Второзакония, 11 глава, 14 стих, мы находим такие слова. «То дам земле вашей, а земля – это человек, ибо о создании человека сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного. То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твое». Хлеб и вино – это символы Евхаристии, елей, помазание от Духа Святаго. «И дам траву на поле, твое для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Трава и скот – это все те благословениями, которыми Господь не обходит верующих в Него. Как и сказано, «Ищите Царствие Божие и славы Его, а остальное все приложится вам». Христос говорит, это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Действительно, полное успокоение мы обнаруживаем только во Христе, только в Боге и с Богом. А смотрите, что сказано в первом послании к Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. Это сказано о Боге, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Действительно, Господь промышляет о спасении всех людей. И то, что не ограничивается дело одним призывом, а будет дождь ранний, он уже был во Дне Апостолов, и будет дождь поздний перед пришествием Христа, как последнее свидетельство человечеству о том, что спасение возможно. Но уже после позднего дождя те, которые не обратятся, это будет начало конца. В книге пророка Изакеиля, 33 глава, 11 стих, мы находим такие слова. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать». Итак, мы видим, что Бог имеет заботу о всем своем творении. Званые это были евреи, потомки патриархов и пророков, но они возгордились, осуетились в своих умыставаниях и выстроили неправильную иерархию ценностей, что должно быть на первом месте, что на втором, что на третьем. И для кого-то участок земли оказался тем, что отделило их от Бога, для кого-то пять пар валов оказалось тем, что отделило их от Бога, а значит и от спасения, а для кого-то даже стремление к семейной жизни превратилось в некий культ, который тоже помешал им осознать, что подлинное счастье, в том числе и для семейной жизни, возможно только в Боге и с Богом. В этой притче очень обращают на себя слова, что было сказано, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых. А кто мы, братья и сестры? Мы есть те самые нищие, увеченные, хромые и слепые в нравственном и моральном смысле. И апостол Павел в одном из своих посланий так и пишет. Кто вы призванные? Мало из вас что-либо значущее, но Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее. Действительно, Бог, который гордым, противиться, смиренным дает благодать, он отвергает гордецов, он отвергает тех, которые, будучи призванными, не сохраняют своего достоинства, и они теряют его, как некоторые ангелы не сохранили своего достоинства и пали. Но при всем этом в Библии, в послании к римлянам апостол Павел говорит, да, иудеи отпали неверием, а ты, то есть христианин, держишься верой, поэтому не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, смотри, пощадит ли тебя. Поэтому в нашем сердце не должно быть даже долики презрения, превозношения, что мы оказались на брачном пире. Это по благодати, а по благодати значит не по делам. Это по вере, чтобы никто не гордился. Итак, Бог призвал нас, когда мы были еще в стране далече, когда мы блуждали в полях мавицких, как блудные дети, Он нашел нас из языческих племен, народов, языков и сделал новым Израилем, церковью Нового Завета, церковью Христа. Возрадуемся и возвеселимся. С праздником!